Новое видео выходит каждый день в 20.00 Перед началом данного видеоролика я бы хотел сказать вот всем вот этим вот, знаете, литрогладидам, вот этим вот выблядкам, ебаным, вот этим вот всем ублюдкам, вот этим вот всем дебилам, блять, да я их мы... Ладно, ладно, я извиняюсь, я, возможно, что-то немного лишнего себе позволю, возможно, много всякой чепухи наговорил тут про всяких вот этих людей, которые вот только включили этот видеоролик И думаю, что сейчас пойдет что-то новое, я такой тут типа вот так вот про всех вас говорю реально, хотел бы извиниться, идите нахуй реально, то есть я извиняюсь за эти слова, но идите нахуй реально, я, возможно, слишком много опять себе позволю, идите нахуй просто, ладно, ладно, я что-то вообще какую-то хуйню говорю в последнее время какие-то слова и так далее, просто вот я уже предугадываю те вопросы, которые напишут, мол, мы сюда подписались ради самп-обзора, там, когда новый самп-обзор и так далее В общем-то, вы знаете, на самп-обзоре до сих пор нету миллиона просмотров, да что там миллиона просмотров, даже сто тысяч нету, даже десяти тысяч нету, да даже, блять, тысячи просмотров до сих пор на самп-обзоре нету То есть, и как снимать новый, зачем, ради чего? Денег с этого обзора я заработал вроде около 20 рублей, вот, и особо там такого ничего не будет из того вообще, чего вы можете там подумать, там, обсудить, как-то вот это вот все разобрать детально по полочкам и по всем прочим вещам Однако, этого ничего не будет, дело в том, что один из моих самых старых роликов на этом канале, датирующийся аж там какого-то, ну, я не знаю, в общем, он вышел уже более 7 месяцев назад На данный момент имеет 3000 просмотров, и это топ-3 ролик на моем канале, то есть, первый видеоролик это ролик про Зака, второй видеоролик это ролик про то, как взламывают самперов, там, багера Такерса, всех прочих самперов и всех-всех-всех прочих людей И вот третий видеоролик это у кого и как покупать верты, в котором я рассказываю о том вообще, почему не нужно покупать верты, у кого можно покупать верты, у кого нельзя покупать верты И вот вы знаете, данный видеоролик будет примерно схож с тем видеороликом, я вам расскажу о том, что с вами будет после того, как вы купите верты, там, через сколько вас забанят, забанят ли вас вообще И что вам ожидать после того, как вы купили вообще все вот эти вот виртуальные деньги и так далее Начать, наверное, думаю, нужно по порядку вообще, что такое верты на GTA сам сервер, это валюта, с помощью которой вы можете там либо что-то покупать, либо там что-то продавать и получать себе вот эту вот игровую валюту, и если вы мало ли не хотите там где-нибудь работать на шахте и так далее, дабы повысить там как-то экономику сервера, ввести намного больше денег в оборот и так далее, вы можете просто вот так вот взять и сгенерировать деньги. Казалось бы, каким образом это возможно сделать? Путем доната на этот самый сервер, если вы мало ли не знаете, что такое донат и почему нельзя подать в суд за то, что там допустим закрылись какие-нибудь сервера, на которые вы донатили и так далее, то можете посмотреть ролик на моем канале о том, как на Advance Roleplay, вот прям на такой, знаете ли, игровой сервер в GTA Samp, там в Samp, в Samp 0.3.7 и так далее, подают в суд разъяренные игроки, которые недовольны компенсациями с этого самого сервера, хотя в комментариях по данным видеороликам, да и я в том видеоролике, все детальнейшим образом объяснил, поэтому вы можете посмотреть, ознакомиться со всем этим и узнать вообще, что там, что это такое, там с чем его едят, там с чем не едят, как солить, как перчить, в общем, не важно, что-то я опять в данном случае погнал бесу, я опять-таки извиняюсь, если мало ли там как-то обидел или сделал еще что-то подобное, в общем, ладно, это не является особо важным. Так вот, откуда же у продавцов вертов появляются вот эти вот самые верты, которые они вам продают? Скорее всего, я, конечно, ничего не утверждаю, но вполне возможно, что эти верты, они получены каким-то, знаете ли, преступным путем. Либо аккаунты взламываются, либо там как-то, я не знаю, взламываются аккаунты и продается имущество, в общем, в большинстве случаев вот верты, они не берутся из воздуха, либо там кто-то у кого-то в казино выиграл и решил этим самым барыгам продать. Чаще всего, то есть, у барыг это как бы не его накопление, которое он вам передает. Скорее всего, вот эти вот миллионы, которые вам передают, они прошли уже не один путь и, скорее всего, они уже какие-то очень такие, знаете ли, палевные. Потому что человек, допустим, мог продать абсолютно все имущество, там, я не знаю, продать верты барыги, после чего написать в репорт, там, что матерей всех, так сказать, оприходовал в разнообразных позициях и так далее. И после этого, за вот этими самыми деньгами на разнообразных серверах, конечно, на которых онлайн там не достигает 10 тысяч или хотя бы там еще какого-то очень внушительного онлайна, где за вот этими вот всеми транзакциями, за ними более-менее можно проследить, за этими самыми вертами следят. И, скорее всего, после того, как вам, допустим, продавец вертов перевел верты, скорее всего, вас там либо тпшнет админ, либо он сразу вас забанит до выяснения каких-либо обстоятельств, либо произойдет еще что-то подобное. По-моему, вот, ситуация по вертам более всех контролируется на таком проекте, как Advanced Roly Play. Вроде как, за покупку вертов вас даже не забанят, сделают следующее. У вас просто, как бы, деньги, которые вы приобрели у продавцов вертов, их сделают просто в минус. То есть у вас в самом деле на Advanced Roly Play будет красный счетчик денег, обозначающий то, что вы, типа, должны где-то заработать эти деньги. То есть все деньги, которые вам будут идти на аккаунт, они будут идти вот как раз-таки в этот минус. Даже если, там, допустим, какой-нибудь ваш друг, который выиграл несколько миллионов в казино, он вам отправляет, допустим, миллиона-два. Если у вас там было минус два миллиона, допустим, на Advanced Roly Play, то, как бы, все вот эти вот деньги, они списываются на долг, который у вас, типа, лежит на руках и так далее. То есть это никакие, там, ни шутки, ни приколы, ни все такое. Если это, опять же, шутки и приколы, то, разумеется, я смогу извиниться, там, или если, там, еще что-то подобное будет, смогу даже здоровьем ответить. Ну, вы знаете, сможете, там, написать Луняш, там, или еще кому-то спросить, вот, мол, где живет этот, там, Задан Семен, или еще кто-то. Она вам, наверное, адрес с удовольствием даст, чтобы вы, там, набили ебало и сделали все, вот, прям, прочее. Вот, и из этого следует то, что в большинстве случаев с вами будет что-то плохое. Однако я могу рассказать вам свой опыт покупки и продажи вертов. На протяжении всей своей самповской игры, всей своей, если так можно назвать, самповской деятельности, я, как бы, продавал и, там, покупал верты. И, по-моему, дальше адвансы это никуда не выбилось. Я продавал, там, какие-то верты на адвансе, но уже ныне закрытом Оранж сервере, если что, на котором были большинство выпусков выживания. По-моему, даже все, кроме выпусков двух или, там, кроме одного выпуска, который был на вайт сервере, когда меня банили на Оранжи и так далее. В общем-то, все было достаточно вот так вот. Я продавал верты, там, миллионами и покупал их точно так же. То есть, я, допустим, подниму, там, какие-нибудь деньги в казино, пойду, там, продам барыгам, подниму себе, там, несколько сотен денег, рублей, куплю себе какую-нибудь игру в Стиме или сделаю еще что-то подобное. Либо, когда я, там, хочу поиграть в казино или сделать еще что-то подобное, я обращаюсь к барыгам и точно так же у них приобретаю эти самые верты и все такое делаю. И за все это время мой аккаунт не был забанен. Забанили его или даже обнулили, или сделали еще что-то подобное с ним, после того, как меня как-то вот однажды взломали. Прям взломали почту, взломали еще что-то. Правда, канал, типа, YouTube-канал не взломали. Я не знаю, как тогда произошел этот самый взлом. Возможно, опять-таки, какие-нибудь, знаете ли, там, лоа скрипты подгрузились и почему-то взломали только, там, не знаю, сам YouTube-овский канал. Надо будет, если что, винду отформатировать на ноутбуке, потому что я ее с тех пор не менял. И, возможно, что вирус там до сих пор сидит и может выкрасть какие-нибудь, там, я не знаю, пароли у мамы от одноклассников или, там, от еще каких-нибудь социальных сетей, вот, и сделать все достаточно неправомерно, плохо, отвратительно, ужасно и так далее. Потому что аккаунт в одноклассниках, это все-таки, блядь, это там не верты на каком-нибудь GTA-самп, вот этом, вы знаете ли, сервере. Поэтому, что я могу сказать, вот, по итогу всего вопроса, что с вами будет, если вы купите верты? Тут шанс такой, вы знаете, 50 на 50, я бы даже сказал, что 60 на 40, потому что, скорее всего, тем более, в последнее время, мне кажется, адвансер или плей несет какие-нибудь, там, большие убытки, или, там, не только адвансер или плей, еще какие-нибудь сервера несут убытки. Скорее всего, они будут следить за всеми манипуляциями с денежными средствами, и в случае чего, если в случае какой-либо странной ситуации будут у них вопросы, они прямо без разбирательства, либо, там, обнулят деньги, либо, что еще хуже, там, как-то удалят аккаунт, или сделают с ним еще что-то подобное. Я думаю, что вам не захочется качать аккаунт заново, как вы знаете, как в самп-обзоре, когда Brothers Company взломал вот этот вот аккаунт у Пашка, или, там, у кого, у Кирюхи. Ну, вы знаете, кто смотрел самп-обзор, тот знает, наверное, вот, что там было, там, вот, взломали аккаунт у Кирюхи или у Пашка после сборки от Brothers and Company, и вот тут я даже не знаю, вот, что вам посоветовать. Если вам не жалко аккаунт, вы, в принципе, покупаете верты. Вы знаете, верты, это вот как игра в казино. Вот, когда вы заходите в казино, вы должны попрощаться со своими деньгами, как и реальное казино, если что, я осуждаю, у нас казино в России нету, как бы вообще я нигде такового не видел. Если бы я казино у нас в России видел, я бы, разумеется, пожаловался бы, вот, и так далее, как вы там, я не знаю, в какое-нибудь игровое казино вы заходите, вы должны распрощаться со своими деньгами, так вы, когда покупаете верты, вы должны быть готовы к тому, что в теории, даже, там, я не знаю, ну да, в теории, ваши верты могут обнулить, которые вы купили, ваш аккаунт могут нахуй удалить, и в целом, вот, как бы это не особо радужно, как лично мне кажется, потому что, ну, я не знаю, маленькая вероятность поиграть с вертами, но при этом очень большая вероятность, допустим, там, я не знаю, что ваш аккаунт забанит. Вы представляете, как будет обидно, когда вы, там, встали на какую-нибудь, там, на лидерку, там, я не знаю, тем более, если, там, на админку, и потом вот это вот все всплыло, как-то вот это вот все сделалось и так далее. Тем более, я вот всем вам советую донатить на сервера, вот, ну, правда, не могу вам посоветовать донатить на какие-то плохие сервера, по типу, там, Advanced RolyPlay или, там, и Wolf RolyPlay или, там, еще какие-нибудь сервера, которые для вас являются плохими, потому что в случае, если, там, закроют какие-нибудь сервера, вы, там, получите маленькую компенсацию, и все, в принципе, будет у вас достаточно плохо, достаточно нехорошо, и вы будете говорить, типа, блядь, почему я не купил тогда верты, сэкономил бы побольше денег, и хоть, а не так было бы обидно. А тут вот так вот. Однако донат, это, в любом случае, поддержка проекта, это, допустим, какие-нибудь, там, я не знаю, зарплаты ютуберам, это найм какого-нибудь, я не знаю, гены Букина, если мы говорим про Arizona RolyPlay, либо, там, еще, вроде, какой-то проект нанимал гену Букина, в общем, донат, это достаточно хорошо, я его полностью пропагандирую, чтобы, если вы не хотите долго качаться, долго, там, как-то, верты вот эти вот фармить, просто донатьте, и все у вас будет хорошо. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, не покупайте верты, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok